Поезд Победы – это уникальный музей. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся поезде. В пространстве историко-культурной и художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны. Предвоенные годы, Великая Отечественная война, Победа. Атмосфера просто незабываемая. Проект представляет собой интерактивную экспозицию, посвященную подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В составе поезда – 10 тематических вагонов, которые посетители выставки проходят вместе с аудиогидом Лидией. Голос девушки в наушниках – это собирательный образ поколений. Ее судьба – это судьба всех тех, кто прошел тяготы и ужас, которые несет с собой война. Лидия делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления страхов и лишений, радостью победы. В 1941-м ей 19. Она прошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Экспозиция позволяет пройти путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина и увидеть Великую Отечественную войну глазами свидетелей тех страшных и героических событий – наших мужественных предков. Идея появилась создать музей, который смогли бы увидеть люди не только в центральных и больших городах, но и в самых маленьких населенных пунктах, до которых современный музей едва ли дойдет. И поэтому была разработана концепция такой машины времени в составе РЖД-поезда, где человек, попадая от самого начала, от довоенного времени в Советском Союзе, перемещается сквозь время при помощи главной героини, художественный нарратив, заложен здесь в аудиогиде, и доходит с ней до возвращения домой, до 1945 года. Мы строили его достаточно долгое время, разрабатывали двумя мощными коллективами – это «Невский баталист» и «Красный квадрат». Я доволен результатом, который получился, и приглашаю посетить «Поезд Победы», пока он здесь, в Бресте. На открытии экспозиции в Бресте присутствовали почетные гости – руководители города и первого региона, а также представители дипломатических миссий. Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Брестской земле, в первом регионе нашей страны. Прежде всего, хочу поблагодарить именно организаторов проекта за то, что дан старт именно у стен Брестской крепости этого проекта, потому что каждый третий белорус погиб в этой страшной войне. Каждую семью, белорусскую семью, затронула Великая Отечественная война. Мы показали всему миру, что Брестская крепость – это прежде всего мужество, стойкость и настоящий героизм. Создателям проекта «Поезда Победы» лично вам хочу сказать слова благодарности за то, что вы позволили каждому из нас окунуться в нашу настоящую историю. Мы ценим мир и мирное небо над головой. Поэтому хочу пожелать каждому из нас мира, добра, любви к своей родине. Кто не помнит прошлого, у того нет будущего. И мы не дадим переписать нашу правду истории. Добрый путь, поезд Победы! Разрешите поприветствовать вас на нашей гостеприимной и героической Брестской земле. Действительно, сегодня старт поезда Победы дают у Брестской крепости. Для нас это очень дорого и символично, потому что мы знаем цену этой Победы. И сегодня эта возможность прикоснуться к истории, которую пытаются многие изменить, наверное, дают нам силу уверенности в том, что мы идем в правильном пути. Мы не делим на национальности. Брест сегодня много национальный город. Поэтому мы всегда рады всем в этом городе. И в первую очередь хочется сказать, чтобы наша молодежь помнила и ценила, потому что мы являемся наследниками Великой Победы. Я хочу пожелать всем нам мира, удачи, терпения. И, конечно же, чтобы мы не забывали наше героическое прошлое. Не зря в этом году поезд Победы расположился у Музея железнодорожной техники. Символическим стартом проекта в Бресте стал гудок локомотива. Поезд Победы будет находиться в Бресте всего два дня – 21 и 22 июня. После чего отправится в путь по городам Белоруссии. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.